всем привет герой сегодняшнего обзора объектив rf 35 1.8 из со стабилизатором предоставили мне его ребята из краснодарского проката фото про 1 за что им огромное спасибо с объективами с этим впервые столкнулся на выставке canon road show которая проходила в краснодаре не помню в году 19 может быть и 18 канон сделал в свое время все возможное чтобы этот объектив был ну просто пушка бомбы и не мог не понравится фотографам это и удобное фокусное расстояние 35 миллиметров и относительно небольшие его габариты сейчас если сравнивать с уже ныне существующими рфными объективами такими как 50 миллиметров 1885 20 из вот они рядышком стоят то есть он такой среднячок вот кроме этого сделали ему макро режим причем макро такой не сказать что прям номинальная соотношение увеличение масштаба примерно один к двум если сравнивать его с той же 85 кида но ли 100 примерно не одинаковые масштабы дают у того тоже один дом вот пример картинки например обручальное кольцо чтобы был понятен масштаб потому что какие-то предметы могут быть не совсем понятны незнакомы но как выглядит обручальное кольцо все мы знаем все мы видели вот то есть принципе даже те же самые свадебщики могут этот объектив использовать в качестве такого макро подсъема каких-то деталей далее у него есть рабочий стабилизатор его я попробовал мне понравилось прежде всего попробовал на видео потому что мне этот объектив я его рассматривал именно для съемки видео поскольку мой гимбл он тяжелые объективы плохо переносит и поэтому я искал что такое компактное у него небольшой диаметр светофильтра всего 52 миллиметра что в наше время немаловажно при нынешних ценах на светофильтры и тем более сейчас все идет тенденция каким-то увеличением диаметра передней линзы то есть в принципе объектив они старались сделали как могли чтобы он удовлетворял сразу массе каких-то полезностей еще если бы сделали пылебрызгозащиту вот здесь вот сделали бы уплотнитель резиновый то цены бы ему наверное не было все бы просто веселился и плясал бы весь народ вот ну на canon road show я с ним вот буквально быстро быстро там что-то пощелкал и вроде как остался доволен здесь же я на него поснимал более плотно поснимал фотографии поснимал видео поснимал некоторые фотографии еще относительно при свете дня но с достаточно контрастным светом потому что солнце уже было заходящее и какие-то моменты я ловил на переотраженный свет от стекол домов и так далее то есть все равно картинка была контрастной когда же стемнело уже подтемнело немного сумерки тенечек я решил что модель надо чем-то подсвечивать снимал модель то есть это на портретах его тестировал в основном это были средние планы иногда крупные планы вот общие планы тоже снимались но не так много я с собой взял два источника света без каких-то софтбоксов без каких-то светоформирующих смягчающих насадок я взял с собой вспышку спидлайт это gotex wink в 860 вторая версия аккумуляторная и взял с собой постоянный свет взял с собой 30 ваттный источник инки вот которые не так давно у меня появились собственно говоря на него я большой надежды не ставил потому что все таки даже 8 часов вечера все равно света еще достаточно много но как оказалось в итоге я снимал все целиком на этот фонарик даже не выводил его на полную мощность то есть рефлектором он дает достаточно хороший световой поток и высокую освещенность до угол у него небольшой примерно 45 градусов рассеивание поэтому по большей части снимал крупные средние планы освещая верхнюю часть модели этим светом но я относительно недалеко его ставил относительно недалеко от нее стоял потому что 35 как раз все это позволяло делать вот что касаемо самого объектива при съемке на контровой но я не скажу что он не держит контровой свет он держит его но все-таки ему бы не помешала конечно же бленда но это боль многих скажем так пользователей оригинальной оптики canon которые не l потому что canon с упорством продолжает не комплектовать свои менее бюджетные объективы более вернее бюджетные объективы которые не или все что ниже эльки неважно по какой цене даже если объектив стоит достаточно недешево а 35 1 и 8 из он не сказать бы чтобы дешевый объектив например ну сравнение с тем же полтинником 18 поэтому ну жаль что canon не разорился на извиняюсь на кусочек пластмаски опять-таки жаль что и какой-нибудь и хочет хотя бы простенький не сделали потому что просто коробушка пенопласт и все вот поэтому контровик он в принципе держит бленда бы ему все равно не помешало но в этот раз я поленился и не стал снимать с объектива светофильтра о чем последствии пожалел потому что моем понимании опять-таки подтвердилась этой на практике светофильтры они зло если не несут добро то есть какие-то полезные светофильтры нд светофильтры какие-либо полярики они да они все равно несут больше пользы чем вреда но вот такие вот бестолковые светофильтры как ультрафиолетовый просто протек защитные они помогают да действительно если фотограф каких-то экстремальных ситуациях снимает где может какие-то камни из-под колес пролетающие ралли разнести тебе переднее стекло объективы и так далее но в мирной обычной жизни они приносят только зло они снижают контраст они дают дополнительные блики они даже могут сказывать на работу автофокуса вот что касаемо на открытый на открытый объектив резки по крайней мере по центру и все что ближе к центру края и как-то особо не следовал снимал портрет там более-менее всегда была плюс-минус центральная композиция на открытый он винитирует вот пожалуйста пример кадра на открытой диафрагме на 18 а это я включил уже коррекцию периферийного освещения в камере и вот как видите достаточно заметная виньетка она когда и убираешь что это сразу бросается в глаза вот что еще рассказать собственно говоря какая небольшая ложка дегтя мне попалась в этой бочке казалось бы такого меда это то что не знаю по какой-то неизвестной причине очень достаточно большой процент у меня промаха по фокусу чего я никак не ожидал на беззеркалки такого давно у меня не было я не знаю на что это грешить на стоящий светофильтр на какие-то особые условия съемки либо на конкретный экземпляр именно этого объектива объектив потому что с проката возможно где то что то он подустал когда попадал фокус вернее во всех случаях когда картинка фокусе все все отлично все прекрасно но иногда вроде бы те же самые условия то есть идет ряд кадров фокус 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 не фокус не фокус не фокус 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 то есть как то вот вот это смущало немного при съемочке а так в принципе кайфанул объектив легкий рука не устает тут же пытался в процессе съемки фото снимать видео тем более что постоянный свет этому способствовал если бы был бы импульсный может быть я даже это не пробовал бы делать а так практически с рук без какого-либо упора камеры включал двигал с рук туда-сюда то есть какие-то несложные движения да какие-то проходки я не делал потому что я ходить не умею по правильному когда там походкой оператора поэтому основном все что позволяли мне движение корпуса и движение рук я попробовал поснимал в принципе стабилизатор на видео держит очень очень даже неплохо да кстати по поводу фокуса вот еще одна важная ремарка там где чаще всего эти промахи случались если я не ошибаюсь у меня стоял серво фокус то есть следящий вот точно следящем режиме почему-то достаточно немало промахов и видео режиме тоже заметил что фокус может немного запаздывать возможно надо какие-то настройки р-8 конкретно под вот этот объектив делать может быть в этом дело потому что модель двигалась я двигался ну когда снимал и серво фокусом со следящим и возможно кстати из-за этого точно только сейчас эта идея пришла в голову вот ну что еще сказать объектив интересная конечно хотел бы его попробовать еще при съемке видео именно уже не фото именно видео какого-то проекта потому что говорю и на гимбл хорошо должен стать и светофильтр можно сюда недорогой поставить и тем самым снимать на открыто если необходимо а на этом пожалуй все пишите ваши кстати комментарии очень хочется узнать о том как у вас этот объектив ведется на камере нет ли каких-то ну скажем так сюрпризов с фокусировкой дальше пойдут фотографии которые я на снимал фотографии видео примеры прям с этой съемки с вечерние при помощи вот этого света да возможно свет везде получился немного такой нуарный немного такой низко ключевой скажем так но с другой стороны уже был вечер который темнело плюс этот свет он контрастный по-другому там и не сделаешь если на модель светишь таким светом то так или иначе создается достаточно такой приличный контрастик а так по свету не ожидал что тридцатки хватит в условиях вечера в тени ну как вечера еще солнце вовсю светило просто уже тень достаточно глубокая здание было и вот в тени как бы за глаза этого хватало то есть можно было смело подсвечивать фонариком и в чем кайф ладно я наверно сделаю отдельный выпуск почему я стал все чаще примечать постоянный свет и все реже пользоваться импульсным несмотря на то что импульсный свет в некоторых случаях не просто лучше в некоторых случаях просто незаменимый без альтернативе например когда вы снимаете действительно при солнечном свете на открытом пространстве или еще яркий очень к дровой свет который каким-то фонариком просто не передавишь не перебьешь то в этом отношении опять-таки используя какие-то светоформирующие насадки какие-то софтбоксы которые опять-таки вот такие вот цвет даже 100 ватт 200 ваттный свет постоянный он не продует нормально на днем софтбокс какой-то то есть там будут ужасные световые потери а импульс пожалуйста даже вот такой вот спидлайт это там софтбоксом 60 на 60 80 на 80 вот он может дать жару все ребята дальше идут видео смотрим пишем ваши комментарии на этом я с вами уже наверно попрощаюсь спасибо за просмотр жду ваших комментов по поводу этого объектива по поводу да и ладно по поводу постоянного света насколько может быть я загоняюсь но я видео отдельно сниму почему я стал на постоянный свет все чаще и чаще всячески его применять все спасибо подписывайтесь на канал ставьте лайк приятного просмотра фоток пишите ваши комменты заодно и по фоткам тоже кто что думает все всем пока а а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok